Время Видите ли, когда вы превосходите свою физическую природу, тогда не существует такого понятия, как время. Здесь, в Индии, в нашей культуре, существует слово, которое называется «трикалагноли», которое значит «человек, который знает настоящее прошлое и будущее». Это не значит, что он путешествует во времени, о чём снимается в голливудских фильмах. Это значит, что он осознаёт всё буквально, логически. Я говорю это, потому что люди всегда пытаются понять, понять всё фактически, буквально. Когда мы скажем, что здесь есть тот, кого называют рекалагноли, ой, это тот, кто знает о настоящем прошлом и будущем. Я хочу, чтобы вы понимали, что такой момент — это альтернатива. Вопрос состоит в том, живёте ли вы на Земле, или же вы имеете глубокое восприятие того, что видите сейчас. То, что вы считаете прошлым, то, что вы считаете будущим, и то, что вы считаете настоящим, это всё происходит в один момент. Это не три разных времени. Это не три разных измерения, или три географически разных места, куда вы можете пойти и потом также вернуться. Когда мы используем слово «путешествие», это всего лишь мгновение, не так ли? Я совершил путешествие из точки А в точку Б, но я не могу путешествовать из точки А в точку А в точку А в точку А. Я не могу этого сделать, разве что я хожу по кругу. Итак, когда вы говорите о прошлом, настоящем и будущем, вы говорите о тройной точке А. Понимаете? Это просто ААА. Это не АБЦ. Когда мы говорим «время», восприятие йога, и к этому однажды могут прийти и физики, время — это основной аспект творения. Из-за того, что есть время, существует и гравитация. Из-за гравитации существует и всё остальное. Проблема современной физики заключается в том, что она разумно понимает существование других сил, однако не может понять, что же такое гравитация. Гравитация — это результат существования времени. И никак иначе. Из-за того, что есть время, существует и гравитация. Слово «время» само по себе не может привнести это понятие в ваш разум. Однако на санскрите это слово будет «кала». Кала имеет два значения — время и пустота. я не говорю о слове «кали». «Кали» — значит «пустой». «Кала» — это значит «темнота», а также пустота и время. Если вы попытаетесь говорить в немного более персонифицированном ключе, мы назовём это «шива». Итак, мы говорим сейчас о времени и пустоте. Время и небытие — это одно и то же. Из-за того, что есть время, существует и творение. Из-за того, что то, что мы называем творением, существует гравитация для того, чтобы поддерживать целостность тех небольших физических частиц в этом огромном мире. Вам необходима какая-то сила, чтобы сдерживать их вместе. Таким образом, гравитация есть только тогда, когда время искажается в некотором смысле. Время, которое есть ничто, время, которое является пустотой, делает виток, и когда она делает этот виток, в действие вступает физика. Если оно не будет проворачиваться, тогда и не будет и физики. Таким образом, когда мы говорим о духовных процессах, мы говорим о попытках выйти за пределы временной петли. Ведь то, что проворачивается всё время, в итоге развивается по кругу. Итак, только то, что вы ощущаете в течение времени как следствие оборотов, которые оно набирает, вы воспринимаете время как вращение планет, Луны, Солнца и так далее. Однако, когда мы говорим о кала, мы говорим о времени и его фундаментальном значении, которым является пустота. Это не бытие. Это пустое пространство. Это и есть время. Современные концепции говорят о времени и пространстве как о двух разных понятиях. Мы же говорим о времени и пространстве как об одном целом. Гравитация — это то, что экзистенциально. Кала или же кали — это время, пустота, темнота, как бы мы его ни называли. Это то, что не есть экзистенциального в настоящем. Все эти вещи символизируют одно и то же. Если кто-то бы путешествовал во времени, он бы просто сошёл с ума. Я знаю, много книг написано об этом, но не пытайтесь поверить в это. Я хочу, чтобы вы понимали, что вы правы в своих убеждениях. Скажем, что научная точка зрения соприкасается с вашими убеждениями, или же философия соответствует вашему понятию. Большинство этих идей приходят к вам из Америки. Первые восемь уже пришли из Америки, и ещё десять придут из Индии. Они даже пишут книги о том, как они воспринимают эту концепцию, которая может даже не существовать. Будут написаны бестселлеры, и одно поколение вырастет на этих книгах, и потом это исчезнет. Следующее поколение даже не будет знать о том, какие книги были популярны в 70-х и 80-х. Это поколение даже не слышало о книгах, на которых были помешаны люди того поколения. Итак, все эти вопросы о путешествиях во времени и всём, что с этим связано, это горячая тема сейчас. Я советую вам написать книгу. Она будет хорошо продаваться и принесёт вам прибыль. Это нормально. Если вы выбираете выживание, напишите книгу. Однако, если вы выбираете путь поиска, не распыляйте свои силы на нечто такое, или же вы потеряете себя. Не занимайтесь путешествиями во времени, просто потому что вы не можете это сделать. Время, каким вы его воспринимаете, существует только из-за вашей физической природы. Если вы действительно хотите осмыслить глубину времени, если вы хотите узнать Кала, который объединяет все частички в целое, который держит всё в своих руках, тогда вы должны отделить себя от своей физической оболочки. Только тогда вы узнаете Кала, не как три разных измерения, но три линии сойдутся в одну, не как А, Б, С. Тогда вы уже не будете пытаться путешествовать. Вы просто будете сменять измерения в самом себе. Это не касается психологического восприятия времени. Что произошло сегодня — это одно время. То, что происходит сейчас — это уже другое время. И то, что случится завтра, — это совершенно иное время. Это абсолютно не тот контекст. Время — это не три разных понятия. Если вы сидите здесь и представляете себе всё это, тогда это всё происходит сейчас, не так ли? То, что может случиться завтра, если вы сидите здесь, и если у вас достаточно сильное воображение, это происходит прямо сейчас. Это причина, по которой люди страдают от того, что, возможно, произошло 10 лет назад, или же из-за того, что может случиться послезавтра. Да? Они наслаждаются этим и страдают из-за вещей, которых, по сути, и нет. Итак, если вы пытаетесь путешествовать во времени, вы сойдёте с ума, и будете думать, что вы что-то испытывали. Это будет психологическая драма, которую вы создали сами в виде мыслей и эмоций. Это не жизнь. Это просто плохо снятые фильмы.